Всегда предупреждает заранее. Вот заметьте, у нас ничего еще нету здесь. Солнце светит, и вдруг грохот. Громушка гремит. А где там? Вон там тучка идет. С той стороны. То есть для слепых Бог бьет по ушам. Ну раз он слепой-то. Ближе молния сморкает. Теперь для тех, кто... Бог еще предупреждает. Прикрывай пшеницу. Оденься. Убери белье, что у тебя есть. То есть Бог предупреждает заранее. Так перед войной везде бывает. Детище, не послушай сейчас. Фрам не хочет. Это уже предупреждение. Грозный знак. Да к чему они научатся по-скорбому славянски? Занимайся дома, выбери время. Я часто слышу слова о деревенстве. А у меня не было времени. Я за всю жизнь, мне 78 лет, ни разу не сказал этих слов. Ни разу. Так что отделы МГБ, Московское КГБ, все считали, что здесь работает несколько отделов. А натуллись на одного человека. Работать день и ночь. Работать руками. Работать умом. Работать безустарь ночью и днем. А там уж что будет, то будет пускай. Так нужно работать мы дружно давай. Федор Фомалевский писал. Никогда не жалуйся, не достаток времени. Бог отмерил 24 часа. Вложись в них. А за счет чего? Меньше спи. Днем не касайся диванов. Не выходи со своего участка, который дал тебе Бог. Мы плохо обращаемся с землей. Мне понравилась проповедь Дмитрия Смирнова в Москве, в храме. Он говорит. Это правая рука патриарха Кирилла. Простой пример. Я его повторял не раз еще. Бабушка стоит у него в храме и говорит. Отец Дмитрий, можно задать вопрос? Он говорит. Такой вопрос задаст бабка, что и не ответишь. Давай. Отец Дмитрий, я в храм еду когда. На остановке голосую, потому что наш храм в стороне маршрута автобусного. Вот если это мусульмане за рулем сидят, а их там много. Я бы деньги даю, он не берет. Да как же я возьму? Ты мать мне. Мать, да ты едешь в храм молиться. Да как же я себя возьму? Если это русский, он обязательно возьмет. Это моя работа. А ты бы, говорит, довез ее. Русский мой обращается. Довез, да узнал кое-что. Что она ей где-то заплатить. Да заплатил за нее там ЖКХ эта кражадная сдирает. Да поднял бы ее там на пятый этаж. Да бы она за тебя Богу-то молилась сколько. Мы жестокосердные. Мы слепые и глухие. Поэтому здесь, он показывает в Москве, будут жить другие люди. А там больше миллиона уже. Не один миллион. Других. Другие люди, которые лучше нас. Бог отдаст эту землю другим. Мы должны быть очень внимательны к тому, что было в Ветхом Завете. Вот часто спрашивают. Я раньше сам задавал вопрос. Как возникло такое учение мусульманства? Ведь два миллиарда. Я исследовал очень тщательно. У них смещенная книга. Я не хотел бы называть это, но не мужчин кому-то. Коран называется. Карающий меч пришел. Коронованные мечом пришли. Я вот что вложил в эти слова. Они на себя надевают взрывные пояса. Женщина идет. Живот. Посадите. Нам сказали нельзя. Обслуга аэродрома едет на автобусе. Ну посадите. Пожелая. Они не знают. Ей стоит только замкнуть два проводка. И весь автобус взлетел на воздух. Все погибли шапером вместе. Ранен один только сказал. Не хотели садить. Ну вот то другое. Это нам пример. Они жизни не дорожают. Чтобы уничтожить нас. Мы проехали неблизкий путь. Хабаровск говорит уже мусульманский. Мы там видели столько. И они так и говорят. Это наш город Хабаровск. И остальное все. Деревни заброшенные. 21 тысячи деревень полностью заброшены. Они приезжают занимают. Дома стоят никому не нужные. А почему? У них в среднем рождаемость 8,1 ребенка. У русских 1,8. Отец Дмитрий говорит. Если бы каждая женщина сейчас начала рожать по 10 детей. То обстановка изменилась бы лет через 50. Ну явно что это фантазия. Этого не будет. Это невозможно. Почему? Наступил момент отдать землю другим. И поэтому это учение пришлось сюда нас получить. Нас пугали Чечнёй. Турцы особенно там мусульмане крепко веруют. Не ездите. Мы проехали с обратной стороны Черного моря по Турции. Более добрых людей, кажется, не видал в Европе. Какие они хорошие. Какие они заботливые. Какие трудяги. На ровном месте совершенно. Кажется, вообще там еще не растет. Сделали, растет. Кособок. И там вообще не растет. Сделали. И что? Рис. Вода стоит ровно. Как по нивелиру все это сделано. Сколько же туда надо было положить. Камнями обложили. И тут выращивают. И где в Москве что они строят. Большие комплексы. Не знаю, турок приношают. Это нам пример. Мы должны сегодня увидеть не Ветхозаветие только примеры. Но и сегодняшние. Я этот вопрос задавал отцу Дмитрия Дудкова, Александра Руменева. Зачем это учение возникло? Карающий меч. Бич в лицо. Об этом говорил Иоанн Кронштадтский. Потом я долго искал. Я нашел везде ответ. Русские были против своей книги Евангелия. И один только мне открыл это. Филарет. И он говорит. Сами нельзя переводить Библию на русский язык. Если переведем Библию, будет революция в стране. Вот тут мне дали лаковый кусок. Я стал рассматривать. Действительно так. Люди увидят. Все не так. Умирают некрещенные, моченые. Куда наши люди, предки ушли? Куда? Если людям дать Библию, понятно, будет революция. Это говорит митрополит. По так дальше временам. И когда царя сверху, то есть ушел, какие поздравительные временному правительству были со всех сторон. И Антоний Храповицкий прислал. Наконец-то дана свобода. Вчера царя прославляли, сегодня предатели. Вся церковь оказалась предателем. И вся пойдет на Голгофу. Все эти архиереи будут погублены. Ты не думай, сегодня хорошо, так всегда будет. Не будет. Даже он поверженный царем, помазанный их Божий остается. И о нем мы могли только молиться и плакать, что не вел народ, как должно. И всех царей это был самый плохой. Хуже некуда. Ни Петр Первый, ни Ангрозы не разрешили бы. Они бы перевешали этих декабристов. Но он был самый хороший в религиозном плане. Они отменил эти все против старообрядцев законы были, 1905 год и прочее. Мы должны разобраться в истории. Его канонизировали неправильно. А я молился ему до канонизации еще. Он мученик. Он столько претерпел со всем семейством. И невинно погублены дети его. Они все канонизированы. Пример взять. Сегодняшние правители не будут канонизированы. Они никому не нужны. Почему? Потому что везде коррупция, везде предательство, везде самые последние выжимают. Все разделяют. Я простые примеры говорю. Раньше продавали велосипеды, у него и аптечка, и накачают насос. Сейчас ничего нет. Отдельная корзинка, отдельный насос, кроме той цены. И везде. В Китае за это расстреливают. Сразу же в этот день. Коррупция. Обман. У нас нет. Мы должны помолиться и о правителе. Господи, вразуми. Да что это такое? Миллиардами воруют. Не миллионами, миллиардами. Пенсионный фонд разворовывается. Считаешь и не веришь. Да как можно так? Люди работали. Пенсионный фонд разворовывают. Все везде. Почему? От Бога отступили. И нам мусульмане показывают. Вы хотите, чтобы у нас так было? Нет. А вы хотите, чтобы был порядок? Чтобы девушка оставалась с девушкой? Да. Вот мы пришли. Открывайте ворота. И поэтому полумесяц под крестом, они крест ломают, полумесяц уже готовый стоит. Я посмотрел, приехали мы в Красноярск, Канц, и говорят, тут зашли мусульмане своих, какие у них там шапки. Им говорят, в храме надо снять шапки. Они сняли. А потом говорят, так это наша мечеть. Наша. Там мылится священник, они говорят, это уже наша. У вас полумесяц уже стоит. А сломать крест мы его не день сломим. Весь ответ. Поэтому надо ценить то, что у нас есть. Что есть крест, есть священник, есть святая православная вера, которая может быть и неизвестна людям. Ветхозаветнее было примером. Когда Израиль согрешал, Бог воинственных соседей восставлял. И они воевали и покоряли его. И поэтому никакие военные академии не помогут, если мы согрешаем. Напрасно бодрствует страж, если Господь не охраняет. Напрасно. Просиживаете ночи. Напрасно. А где выход в Боге? Господи. Как худо мы поступили с Тобою. Ты не на первом месте у нас. Воскресенье у нас занятия. Некоторые на занятия не ходят. Им это не надо. Какие-то праздники отмечает церковь. Не надо. Приезжает архиерей, митрополит. Не надо. Это у нас здесь. Но такого очага православия вообще трудно найти в стране. И даже здесь вот такое отношение. Пусть Бог нас вразумит, чтобы из храма мы вышли другими. Заботы мы. Следующее богослужение. Считали здесь Иоанна Златоуста. Не ждали, когда батюшка один раз выйдет. Подойди заранее и скажи, батюшка, у нас нет Виктора-то. Да, я буду считать. Ты умеешь считать? Ну, почему не подошел? Мне рассказывает случай один. Я почти свидетель. Был какой я романах Дорофей. А мы все четыре, три брата наши учились у отца Александра Пивоварова на квартире. Он приходит однажды, только дверь открылась, запел со святыми у покоя. Раба твоего Дорофея. Я говорю, а кто такой? Ох. Он, говорит, такой вредский ходил. Никогда не стирано. Все у него волощится за ним. И вот в храме стоит, говорит, то в одном служит, то в другом. И каждый раз дай проповедь сказать. Дай проповедь сказать. Пройдет время еще. Дай еще проповедь сказать. Он поехал где-то в Грузию. И там с моста его, видимо, сбросили. В воде уже нашли. Он оставил память. Дорофея звать его. Быть может, он в Царстве Небесном. Он заботился о том, чтобы все люди познали Евангелие. И такие примеры в нашей жизни встречаются, хотя и не часто. Богу нашему славу вовеки. Аминь. 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 Спасибо. 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 Спасибо.